Александр, у вас такая интересная куртка, давайте так поближе под вид, какая фактура, да? Она очень напоминает кожу. Да. Вопечатление, как будто это хорошая причем, качественная кожа. Да, так и есть. А на самом деле? Она даже хрустит, как кожа. Да, и даже хрустит. Ну как, и такие звуки издает, как кожа. А что это за значки? Это от PETA2, они мне подарили, вот, привезли друзья из-за рубежа. Здесь написано «Кожа убивает». Вот, «Свобода для всех», PETA2. Это же тоже от них, здесь просто перечеркнуто написано «Мех». Мех. Да. А это просто, я фанат Марвел, это другая тема уже. Понятно. И это куртка из искусственной кожи. Да, куплена в Кишиневе, в Моле. Это бренд «Селио». Уже, кстати, сегодня, вот, на заметку людям, большинство брендов сегодня уже перешли, отказались полностью от кожи, от натуральных мехов. Например, Армани, Гуччи, Версачи точно 100% отказались полностью от меха и кожи. Эти бренды точно. «Селио» у них есть изделия не из, но я не уверен, что они на 100%, то есть как все, отказались еще до сих пор. То есть, но крупные компании сегодня уже к этому стремятся. Я даже слышал, что «Хуго Босс» выпустила линию тоже этическую, вот, одежды и обуви. Так что мир потихоньку-потихоньку двигается в эту сторону. И я считаю, что вот те люди, которые до сих пор сегодня не осознают, они как-то смотрят в прошлое до сих пор. Потому что сегодня у нас есть возможность. Если, допустим, мы там можем, да, брать эти аргументы, что вот мы всегда так жили, люди должны убивать ради шкур, ради, там, еды. Это возможно. И то не 100%, так как мы не можем знать, что было там до исторические эпохи. Мы знаем только, там, недавнюю историю более-менее нормально. Поэтому, может быть, раньше так было, когда нам была необходимость, не была развита технология. Но сегодня технологии позволяют избавиться от вот этих вот страданий, жестокостей. Это и мех, и кожа, и еда, и одежда, и вот эти вот тесты лабораторные над животными. Сегодня нет в этом нужды. Сегодня всё это... И компании, которые проводят, кстати, вот эти виртуальные тесты, они тоже это доказывают. Кстати, кто хочет найти список настоящих этических компаний, которые не используют ничего животного. Есть этот список на официальном сайте PETA. Там у них отдельно. Правда, кто знает английский, там у них вот этот вот... Они называют это white list, белый список. Вот те компании, которые попали в белый список с PETA, это 100% этичные компании, которые ничего животного не используют. Тех, которых в белом списке нет, знайте, что эти компании неэтичны. Там тоже не черный список, а белый. Белый они называют, да. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо вам, да.